Всем огромный привет, с вами Ксюша. Я безумно соскучилась по домашней обстановке, по ноксику в кадре. Мне уже не терпится все вам показать, рассказать. И да, я немножко приболела, но у меня было такое хорошее настроение, что я решила просто сесть и все вам показать. Поэтому надеюсь на вашу поддержку и понимание. Она важна для меня как никогда. Здесь будет одежда, еда, аптечная косметика, покупки для дома, одна классная архитектурная книга, а также две вещи, которые в прямом смысле этого слова спасли мне жизнь. В общем, думаю, будет интересно, и давайте бы скорее начинать. Начну я с одежды. И первая вещь это джинсы. Я думаю, вы уже наслышаны о моей любви к джинсам из манго. Так вот, это в очередной раз джинсы из манго. Они сейчас вывернуты, потому что они после стирки. Это джинсы с идеальной посадкой. Они не слишком завышенные, не слишком катастрофически заниженные. Они такой средней посадки, очень удобные, комфортные. И здесь материал такой не слишком плотный, потому что очень плотные джинса. Иногда создает дискомфорт при ношении, ее нужно долго разнашивать. Они имеют разрезы на внутренней стороне, поэтому, когда ты ходишь, все равно вот эти разрезы видны и выглядят очень мило, стильно. Я все-таки решила вывернуть их. Мне нравится такой цвет джинс. Он всегда есть в моем гардеробе. Он не ярко-синий и не белый, а такой светло-голубой, который подходит ко многим образом. На лето классно, на осень классно и даже на зиму. В общем, на любое время года этот цвет хорошо подходит к гардеробу. Следующая вещь, которая еще не мелькала в моих социальных сетях, это вот такая бежевая джинсовка. Она идет тоже из манго. Я ее ношу сейчас просто каждый день. Мне понравился фасон, потому что он идет оверсайз, но не слишком такой оверсайз, потому что когда джинсовка слишком большая, в ней просто-напросто холодно, везде поддувает и в целом носить некомфортно. Вот эта джинсовка очень удобная, комфортная. Я нашла ту самую, я очень хотела купить себе джинсовку, поэтому эта покупка принесла мне много радости и продолжает приносить эту радость. Следующая самая осенняя и уютная покупка, это кашемировый шарф из Юникло. Я на него очень часто заглядывалась, но так как не имела дело с кашемиром, я думала, почему так дорого, за что? Но это был предпоследний день моей поездки. Я решила сделать себе подарок, побаловать себя и наконец-то купила свой долгожданный шарфик. И эта покупка на 100% оправдана. Теперь я жалею, что я не взяла кашемировые перчаточки, кашемировую шапочку, потому что этот материал теперь мой фаворит. Во-первых, он тонкий, то есть этот шарф у меня отлично складывается и помещается в маленькую сумку. И второе, он по-настоящему очень теплый. То есть раньше я чаще всего покупала шарфики в H&M, они в принципе красивые, если тулы замотать, то тепло, все равно ветер продувает, теплопроводность у них не такая хорошая, все тепло уходит. А вот этот шарф сохраняет тепло на все 99%. А еще я читала, что кашемировые изделия служат долго, поэтому это хорошее вложение. Думаю, что все-таки перчатки я тоже куплю, но уже буду искать где-то здесь. Кстати, если вы знаете где, то поделитесь в комментариях, я буду очень рада и очень признательна. Следующие две вещи, но они уже точно не подойдут на осень, только если где-то осень на югах, это два платья, которые в первую очередь просто для меня памятные. Вот это платье, оно вообще идет хендмейд, ручной работы. Я покупала его в небольшой лавке, где работал, по-моему, француз. Ну, я думаю, что француз, может, не коренной француз, но все же он прямо там при мне шил подобные платья. Такое чувство, что он шил его именно для меня. Оно идет еще такого зеленоватого, благородного оттенка, очень хорошо подходит к моим глазам. И, в общем, такое комбо, что я просто его купила. И теперь это точно платье, которое я буду называть парижское. И оно будет ассоциироваться у меня именно с этим городом. Второе платье, оно идет уже масс-маркет, но многие, опять-таки, в инстаграм написали мне, что это платье из Бершки, серьезно? Никогда бы не подумала такого. Действительно, платье выглядит вполне элегантно, красиво. Здесь идут такие завязочки на спине, которые выглядят очень красиво на загорелой коже, летом. И, тем более, белый цвет в любом случае подчеркивает всегда загар. Я обожаю белый цвет летом. И мне нравится, что на контрасте открытой спины это платье достаточно длинное, закрывает ноги. Поэтому, в целом, оно выглядит невульгарно, не слишком откровенно, женственно и с изюминкой, которая вот на спине как раз-таки. Еще одна покупка, которую я очень-очень хотела, это авоська, или, точнее говоря, шоппер. Я его купила с иллюстрацией Клод Мане. По-моему, выглядит очень нежно. А если носить вот этой стороной, то и вовсе не привлекает внимания, а просто такая бежевая светлая сумочка. В ней удобно носить ноутбук, я уже это тестировала. Но ноутбук главное носить в чехле, мало ли что. И опять-таки, в большей мере, я покупала эту вещь в качестве аксессуара, чтобы потом ходить и вспоминать, где я ее купила, где я ее носила, по каким улочкам ходила. И последняя вещь из одежды, а точнее говоря, предпоследняя, еще я купила Леше футболку. Но сейчас он, к сожалению, в ней, и он не дома. Я ее купила в Nike, и я думаю, что это хороший памятный подарок, который Леше будет носить в ближайшее время. Почему я вообще рассказала про футболку Nike? Потому что еще я привезла носочки Nike. Носки Nike — это моя любовь уже с 2019 года, потому что именно тогда я купила свою первую пару. И вы не поверите, что только в начале этого лета она износилась. То есть я тогда купила три пары, и вот уже три года их носила. Поэтому я знаю это качество, знаю, что эти носки мне точно пригодятся. К себе я купила вот такие высокие, потому что я их люблю носить либо летом, с какими-то такими светлыми полуспортивными образами, либо осенью-зимой они хорошо закрывают щиколотку. И, например, можно носить с теми же джинсами клеш, которые создают пространство, и ветер начинает поддувать. А вот эти носочки как раз-таки защищают мои щиколотки. Здесь у меня два аксессуара. Один из Барселоны, другой из Парижа. В Барселоне я купила вот такую небольшую нежную девчачью розоватую заколку. Пока что не знаю, в каких образах я ее буду носить. Возможно, просто дома заделать свою челку, вот эту удлиненную. Возможно, вы не знали, что она у меня есть, но она у меня есть, и она мне частенько мешается. А вот этот крабик из Парижа я уже вовсю использую, потому что он достаточно широкий, в него помещаются мои волосы, которые уже заметно так отросли. А еще этот крабик безумно красивый, от него веет летом. Сразу же кажется, что я сейчас с книжкой сяду где-то в парке, буду писать стихи, ну или просто читать. Этот крабик я покупала в магазине Ойша, а еще за последнее время я покупала много разных крабиков. Я уже в них начала разбираться. И вот этот крабик очень качественный, у него хороший материал, он хорошо держится на волосах. Еще небольшой лайфхак. Все свои крабики я ношу на тонких ручках у сумок. Это, во-первых, удобно, а во-вторых, придает некоторую индивидуальность вашей сумке. Еще одна вещь из магазина Бершка. Это вот такие очки с бежевой оправой полупрозрачной. Не могу сказать, что они какие-то особенные или экстраординарные. Базовые хорошие очки, которые не привлекают внимания, но в то же время подходят к большей части моего гардероба, поэтому я их и купила. Далее покупки для дома. Во-первых, это вот этот подсвечник. Ой, вот такой вот. На самом деле он очень высокий, а со свечой так вообще просто огромный. Чуть ли не с меня ростом. Я давно хотела такие подсвечники. Я видела их в Икеа когда-то. А вот этот я нашла в H&M Home, поэтому я сразу же купила. Жалко, что не было еще пониже или повыше, чтобы на контрасте стояло два подсвечника разной высоты, поэтому я взяла только один. А еще в моем чемодане заканчивалось место, поэтому я была немного скована именно чемоданом. Мне уже не терпится вовсю использовать этот подсвечник на Новый год осенью, а также снимать его в своих каум-влогах. Кстати, кто соскучился по влогам из моего дома, дайте знать, потому что если вас много, то я еще поскорее сяду и начну снимать такие видео. И вторая покупка для дома. Если ты моя подружка, у которой день рождения в сентябре, то закрывай видео, потому что это для тебя подарок. Все, закрыла видео? Так вот, все остальные. Следующая вещь для дома — это подарок для моей подруги. Она занимается выпечкой, готовкой, поэтому для нее, также в H&M Home, я нашла просто милейшие вилочки, которые, я думаю, будут красиво выглядеть и на фото, и на видео. И в целом ими, мне кажется, приятно кушать. Но дело в том, что они мне настолько понравились, что на следующий день я пошла покупать себе тоже такие, но их уже не оказалось. Просто раскупили за один день. Я бы себе домой тоже такие купила, но, к сожалению, у меня только один комплект, поэтому я его подарю подруге. Я думаю, что ей очень понравится. Далее идут витамины, которые являются бестселлером в аптеках Франции. Но сразу хочу сказать, что я вам не рекомендую витамины, потому что лучше всего нужно сначала сдать анализы, проконсультироваться с врачом, понять, что вам не хватает. Но в двух словах я вам все-таки расскажу, потому что витамины действительно хорошие, а дальше уже вы сможете, например, сориентироваться, вдруг вам тоже такие подойдут. Витамин, В1, В2, В5, В6, витамин С, витамин Е, витамин Д3. В общем, целый комплекс витаминов, которые находятся в одной таблетке. Я ее пью один раз в день. К сожалению, мое питание не настолько сбалансированное, хоть я и очень стараюсь, но все-таки сейчас мне нужны дополнительные витамины. Я купила сразу же несколько баночек, и на кассе женщина даже спросила, вы, похоже, очень любите эти витамины? Я такая, да. Ну, и она мне в ответ сказала, что да, действительно, это наш бестселлер, поэтому мы полностью понимаем. Кстати, когда я готовилась к поездке, и мне хотелось найти уникальную информацию с интересными местами, именно от парижских блогеров, местных жителей. В общем, ту информацию, которую вы не встретите у русского туриста, блогера. Я смотрела парижские каналы, например, канал Parisian Vibe, и смотрела я через Яндекс.Браузер, потому что там есть возможность смотреть иностранные видео с голосовым закадровым переводом. Видео автоматически переводится нейросетью с английского, французского, испанского, итальянского и немецкого языков. И, конечно же, я смотрела видео про круассаны. Это самый сладкий круассан, который я когда-либо пробовала. Но внутри все потрясающе. Вот как я люблю внутреннюю часть круассана. В общем, это крутая возможность, которая открывает для нас огромный мир информации на иностранных языках, на любую интересующую нас тему. Я думаю, часть из вас уже пользуется этой фишкой. Но если нет, то советую попробовать и не сковывать себя языковыми границами. И давайте вернемся к покупкам. Следующая аптечная находка — это термальная вода «Овен». Помните, в одном из своих последних видео я как раз-таки затрагивала эту тему и спрашивала, пользуетесь ли вы термальной водой, для чего она вообще нужна? Потому что я ни разу не покупала, ни разу не пользовалась, даже не знала, для чего она нужна. Теперь я просто фанат термальной воды. В двух словах, летом она на улице освежает и дает небольшой быстрый уход, а в холодное время года и в отопительный сезон она все-таки смягчает кожу. На самом деле, есть целый список, как можно использовать термальную воду даже при опрелостях у малышей, при занятии спортом, после бритья. Но что заметила конкретно я? Эту воду я сейчас люблю использовать утром и вечером, после умывания. И больше ничего не наносить. Я не знаю, что у меня сейчас за период, он иногда бывает, но мне не хочется никаких дополнительных средств использовать. Там какую-то сыворотку, какую-то еще что-то. Мне просто хочется иногда умыться и все, и не трогать лицо. Просто пускай будет оно чистое. Такое бывает редко, но все-таки бывает. Так вот, сейчас такой период, и я просто после умывания брызгаю вот эту воду, и такое ощущение, что моя кожа сохраняет влагу. То есть, если раньше я умываюсь, и она становится какая-то, знаете, частично дряблая, немножко сухая, и не такая упругая, что ли. Ну вот просто кожа, которая была умыта не очень хорошей водой, потому что все мы знаем, что у нас из-под крана течет не самого лучшего качества вода. А еще моя кожа как будто становится более гладкая, то есть ее приятно трогать. Знаете, как кожа младенца, точно. Вот это лучшее сравнение. Лицо становится как кожа младенца, когда я использую вот эту термальную воду. Еще я почитала отзывы, что с этой термальной водой хорошо дальше наносить уход. То есть, вы побрызгали, можно вместо тоника, например, использовать, и дальше использовать хоть многоступенчатый корейский уход, хоть просто сыворотку, хоть просто крем. Я собираюсь это протестировать в ближайшее время, когда вот закончится мой период того, что мне не хочется использовать ничего. И еще два бьюти-средства от моего любимого уже бренда Aven. Во-первых, гигиеническая помада. Ее я, в принципе, могу сравнить с Carmex. А еще у этой помады удобный формат. То есть, видите, она скошенная. В принципе, как помаду удобно наносить. По текстуре она нежная, приятная. В целом, 100% буду использовать. И вторая вещь. Это идет вот такой флюид-кремушек, который идет для чувствительной, сухой кожи. Что могу сказать? Этот крем сравнится с кремом для тела от Aven, который я показывала в своих бьюти-фаворитах. Он такой же нежный по текстуре, такой же приятный. Тоже приятно пахнет. И в целом, им классно и приятно пользоваться. Бренд Aven у меня ассоциируется со словом «приятно». Все прошлые мои крема для лица мне чуть-чуть поднадоели, поэтому я решила найти что-то новое. И первый фаворит на это что-то новое, это как раз-таки вот этот флюид. Второй претендент среди базовых кремов для лица. Это от La Roche-Posay. Кстати, вот этот вот крем, он более легкий. Он такой, знаете, как гелевый, и он подходит тогда, когда вам хочется легчайшее покрытие, без какого-либо утяжеления. И в то же время он подходит для чувствительной кожи. Но пока что у меня все-таки больше тянется рука к Aven, но вот этот вот я тоже буду тестировать просто попозже. Кстати, спасибо вам за то, что когда я что-то вот так показываю мельком, и вы пишете в комментариях, что «да, я использую вот это тоже», или «да, я это пробовала, и мне это не понравилось», самое сердечко, потому что читать отзывы моих людей, моих близких подписчиков, моих зрителей, это очень ценно, потому что у нас с вами много общего, есть точки соприкосновения, и еще ценнее читать такие отзывы именно от вас. Далее это вот такой грибочек от Dav. Я люблю их мыло, их гели для душа, какие-то, знаете, базовые средства, которые стоят не очень дорого, но которые хорошие в своем ценовом сегменте. И этот дезодорант я купила потому, что его купила моя сестра. Так вот, она говорит, что «я давно хотела попробовать дезодорант в формате крема, именно крем, который вот а-ля вот такой вот». Я такая «я тоже хочу теперь попробовать». Он хорошо наносится, он ощущается как просто, как будто ты наносишь обычный крем. Кстати, может быть попробовать носить обычный крем? Но я бы не сказала, что он защищает от фото, то есть потеть вы все-таки тоже будете. Далее я купила духи Гуччи, но купила эти духи не себе, а по заказу мамы, потому что когда мама ездила в Якутск, она там понюхала у своей сестры или еще у кого-то. В общем, все, она влюбилась в этот аромат, и я, конечно же, ей их купила прямиком из Франции. А себе я купила тоже духи, но купила я их уже в последнюю очередь в Дьюти Фри в Турции, потому что я вовсе не думала покупать духи себе. Этот аромат совершенно не очевидный для меня, обычно я такое не выбираю, но он меня просто влюбил в себя, и я поняла, что иногда у меня возникает такое настроение, которое пахнет именно так. Зато этот аромат теперь у меня навсегда будет ассоциироваться с аэропортом, перелетами и Дьюти Фри в Турции. Эти духи от бренда Хлоя, и именно в тот момент, когда я покупала этот аромат, я решила для себя, что теперь я буду все-таки больше внимания уделять ароматам. Это мой четвертый бутылек в коллекции. У меня возникло такое желание, что когда я, например, с утра собираюсь или куда-то ухожу на какое-то определенное событие, встречу с подружкой, мне хочется пахнуть по-особенному, пахнуть так, какое мое настроение. Выбирать, можно сказать, свое настроение. Это можно назвать небольшим хобби, у меня пока что всего 4 аромата, но это интересно. Я бы никогда не подумала, что захочу коллекционировать духи. Куда же без Локситан? Я купила себе два небольших крема для рук, потому что у меня есть огромный тюбик, который мне дарил Леша. Я его использую дома, или когда выхожу из дома и успеваю намазать. А вот именно небольшой крем, который можно положить в сумочку, у меня такого не было, поэтому я купила два. Один идет с розой, другой с миндалем. С миндалем мне понравился больше, как по аромату, так и по консистенции. Они, наверное, все-таки одинаковые. Да, скорее по аромату. Мне нравится вот этот больше, но этот тоже нравится. Если вы на моем канале недавно, то рассказываю, я просто обожаю кремы Локситан, поэтому во Франции, где они стоят существенно ниже, я, конечно же, купила себе кремушки. Если у вас будет возможность попробовать этот крем, обязательно это делайте, и потом пишите отзыв, потому что я думаю, что вам тоже понравится. Руки становятся очень мягкие, он хорошо впитывается. В общем, это мой фаворит, про который я не раз рассказывала. Мне кажется, я уже заболталась, и завтра я буду просто без голоса. И еще, что я купила от Локситан, это мыло. Оно идет, кстати, без сильного аромата, то есть здесь такой, можно сказать, классический аромат мыла с небольшим ароматом карите. Просто восхитительно. И да, здесь идут мыло на подарок, а себе я купила только одно, на пробу, потому что мыло Локситан я ни разу не пробовала, но думаю, что оно мне очень понравится. Время забавных историй. Эта забавная история связана с мицеллярной водой Биодерм. Так вот, когда я была 4 дня в Барселоне, я с собой, по-моему, не взяла никакое средство очищающее, и я что-то гуляла по магазину косметическому, потому что шел дождь, уже был вечер, и я как-то хотела поднять себе настроение и, возможно, что-то купить. Так вот, мне попадается на глаза мицеллярная вода Биодерм. И я думаю, о, я как раз давно хотела попробовать Биодерм. Смотрю, есть такой, знаете, большой бутылек, там, по-моему, 0,5, и вот такой не очень большой. Сколько точно я не смотрела. Думаю, ладно, возьму вот этот небольшой бутылек, себе на пробу, порадую себя. Значит, покупаю, уже такая радостная, спускаюсь вниз, чтобы купить ватные диски вниз, я имею в виду в гипермаркет, уже не косметический магазин. Иду за ватными дисками и понимаю, что я здесь. На 4 дня я сюда прилетела с самолетом лоукостером. У меня не был включен багаж. У меня была только ручная кладь, небольшая сумка, с которой я сидела в самолете. Так вот, в этой ручной кладе можно брать только маленькие бутылочки, максимум 100 миллилитров жидкости. Я судорожно начинаю проверять, сколько здесь миллилитров, и здесь 200 миллилитров. Я стою и просто такая, что я сделала? Так, зачем я это купила? Теперь я это не провезу никак. Это нужно куда-то переливать или рисковать, что меня пропустят, а если не пропустят, то выбрасывать. Я в этом гипермаркете, наверное, потратила целый час, чтобы найти маленькие емкости по 100 миллилитров, и чтобы они не стоили очень дорого, потому что это будет совсем глупо. И так купила себе достаточно дорогую мицеллярную воду, а тут еще и бутылечки для того, чтобы ее привезти там по 10 евро. Вот, нашла я себе значит санитайзеры с картинкой Барби. Если у меня осталась фотография, то я здесь прикреплю. Вот, и я уже смирившаяся, понимаю, что мне нужно эти бутыльки отмывать, перевозить в этих Барби баночках, но ладно. Забавная история, которую я просто запомню, и у меня будет все-таки опыт. Никакие лишние жидкости не покупай в небольших поездках. Просто лучше ничего не покупай, если ты едешь на пару дней. Но все-таки я его довезла, уже перелила все обратно и пользуюсь. Далее идет маска от бренда Кадали. Бренд Кадали тоже относится к тем, которые я давно хотела попробовать. И я купила именно маску, потому что я проконсультировалась с девушкой, которая работала в аптеке. Она мне посоветовала эту маску, я почитала, успела прогуглить отзывы и подумала, что да, по-моему, это классно. Здесь идет витамин С, и поэтому это было комбо. Витамин С я тоже хотела внести в свой уход, а формат маски очень хорошо для этого подходит, потому что если просто использовать витамин С, то нужно обязательно использовать дополнительно SPF-крем, поэтому формат маски оказался просто идеальным. Тем более, что по инструкции нужно его наносить всего на 5-10 минут два раза в неделю. Для меня просто отличный вариант. Что могу сказать? На первый взгляд мне маска понравилась, мне показалось, что виден эффект, но опять-таки я хотела бы потестировать ее подольше, чтобы уже сформировать полноценное мнение и подумать, рекомендовать вам ее или нет. Кстати, в России я успела зайти в Золотое яблоко, и там эта маска стоит по распродаже, так же, как я покупала во Франции. Здесь у меня две покупки, которые были куплены в Испании, а именно в павильоне в Барселоне. Первая это книга. Тысяча построек, 650 архитекторов, 70 стран и 135 городов. Книга просто невероятная. Здесь очень качественная графика, то есть картинки красивые, позволяют все разглядеть, дальше пойти в Google и посмотреть на это здание со всех сторон. Я думаю, что подобные книги интересны не только тем, кто учится на архитектуре или кто интересуется этой темой, а просто вот путешественникам. Такой сидишь, свободный денечек, или там пока едешь в автобусе, смотришь эту книгу и ставишь себе заметки, что ты хочешь посмотреть. Потому что здесь подписаны города и ты понимаешь, что так, в Барселоне, вот пока я там была, я много чего не видела, потому что просто-напросто не знала. Когда листаю эту книгу, она меня безумно вдохновляет и я начинаю вспоминать, почему я училась на архитектора и что я хотела бы вообще воплощать в реальность. Сейчас даже прослезюсь. Знаете, для меня эта книга стала такой возвращением к своей прошлой мечте. Тем более, когда эта книга куплена в том городе, который ты мечтала посетить больше всего. В Париже я жила почти три недели, а в Барселоне всего четыре дня. Моей мечтой была именно Барселона. Именно ее я мечтала посетить со времен того, как я начала учиться на архитектуре. И в целом там есть море. Мне очень не хватало моря в Париже. И вторая вещь, которую я купила в этом павильоне, это блокнот. На обложке здесь фрагмент этого павильона. Я просто обожаю блокноты, в которых ничего не разлиновано. Просто такие бежевые, плотные, чистые листы, на которых ты можешь рисовать без полей, писать, самой делать поля. Следующая вещь, как раз таки та самая, которая спасла мне жизнь. Карта. Карта Барселоны. Когда я поехала смотреть Саграду Фамилию, просто невероятный храм. Я в Инстаграме делилась фотографиями. У меня исчезли слова, когда я увидела Саграду Фамилию. Я просто стояла и смотрела. Я разглядывала каждую деталь. Ну вот. У меня даже слезы сейчас на глазах, но просто я очень впечатлительный человек. Возможно, я не часто это показываю, но, к сожалению, вот так. Когда я покупала билет Саграду Фамилии, я увидела, что за 1 евро продается карта Барселоны. Куплю-ка я карту, потому что в тот момент я поняла, что я забыла повербанк, и у меня не будет возможности зарядить телефон в свободном доступе. Купила я себе на всякий случай карту. Такая думаю, надо отметить, где находится мой отель. Начинаю рыскать в сумочке. Чем же отметить? Может быть, есть ручка. И нашелся только, знаете, там какой-то тинт, вот этот для губ. Я начинаю отмечать этим тинтом, где я жила. Я отметила, прям, знаете, такое кровавое пятно какое-то выглядело. Вот, я жила недалеко от моря. Отметила, и думаю, все, теперь мне будет спокойнее. Если что, мне можно будет у кого-то спросить, как проехать. И после выставки как-то я вся закрутилась. Начался такой сильный ливень. Я присела в Старбакс перекусить, отдохнуть, просто поднять себе настроение. И потом, как-то так прошло время, как раз-таки зашла в магазин и купила себе вот эту термальную воду в тот же день. И потом смотрю, оп, а время-то уже 9 часов с лишним. Уже темно, мой телефон разрядился, и я такая, так, надо ехать домой. Я пошла на площадь Каталонии, которую я выучила, и я знала, что я спокойно до нее дойду. И села на свой автобус, номер которого я тоже запомнила, это номер N16. Села на него и думаю, так, хоть бы не пропустить свою остановку. Я примерно по карте следила, какой сейчас поворот, где мы сейчас едем. И просто чудо. Передо мной сидят две девушки, и одной в телефоне открыта карта. Я это прямо случайно увидела. Они такие тоже, так, вот сейчас сюда. Уж извините, что я смотрела в чужой телефон, но я такая смотрю, так, ага, мы едем вот здесь, нам два поворота, и телефон чужой девушки меня просто спас. Мне не пришлось никому обращаться, учитывая то, что мой испанский нулевой, мой английский соу-соу. Слава богу, я спокойно доехала, вышла на свои остановки, и эта карта спасла мне жизнь. Теперь понимаю, для чего туристы покупают карты. Теперь в каждое свое путешествие я буду покупать карту. Просто, на всякий случай, пускай она лежит в сумке, и вы будете чувствовать себя спокойнее. И обязательно отмечайте место, где вы живете. Вторая вещь, которая спасла мне жизнь, уже не настолько откровенно. Как вы понимаете, я жила вдоль моря, для того, чтобы было близко туда ходить, и в целом я хотела купаться, загорать. Но в один момент я думаю, а как же я буду купаться, если я буду одна? А кто будет следить за моими вещами? Кого-то просить, все равно там будет много народа, этот кто-то может не уследить. В общем, нужно брать ответственность только на себя. В Париже я нашла вот такую волшебную штучку. Я думаю, многие с ней знакомы. Раскрываешь ее, сюда кладешь телефон, надеваешь на шею, и все, можно с ним купаться. Вот эта вещичка меня очень выручила. Конечно, пока я плавала, я очень боялась, что она может оторваться или протечь. По сто раз проверяла, но все лучше, чем ничего, поэтому приятная вещь, которая была очень полезна в мою небольшую поездку. И еще два пакетика. Здесь открытки из Парижа и открытки из Барселоны. В своем инстаграм я сейчас разыгрываю одну открытку из Парижа, поэтому заглядывайте в мой инстаграм, ищите вот это видео, пишите там любой комментарий, и я рандомно выберу человека, которому отправлю вот такую красивую открытку. И вторую открытку уже из Барселоны. Я пока что не выбрала какую, останется секретом, но скорее всего вот эту. Я тоже хочу разыграть среди вас, отправить частичку себя, частичку своего путешествия, кому-то из вас. Чтобы стать участником розыгрыша, вам нужно только поставить лайк этому видео, быть подписанным на канал и написать любой комментарий. И, кстати, пока я сейчас разбирала вещи, я нашла еще кое-что, что привезла из Парижа. Это мармелад. Я просто обожаю мармелад. Я стараюсь не покупать их очень часто, потому что я ела бы его целыми днями. Здесь осталась последняя мармеладинка. И есть три фаворита из еды, которые я обнаружила, находясь в Париже. Первый — это кофе со взбитыми сливками. Мне этот кофе сделала моя сестра, и это безумно вкусно. То есть, если я дома пью кофе там с обычным молоком, со сливками, с мороженым, я иногда люблю делать. А вот именно со взбитыми сливками это просто нечто. Это и, во-первых, удобно, во-вторых, красиво. Второй фаворит еды — это гуакамоле. Раньше я уже делала эту закуску, но в один момент забыла про такое чудо с авокадо. А именно в Париже, когда каждое утро мы покупали багет, его то с маслом, то с джемом, еще с чем-то. И в один день я думаю, «Хм, у нас есть авокадо, и почему бы не сделать гуакамоле и мазать хлеб гуакамоле?» Именно у меня было мятое авокадо с творожным сыром, плюс немного специй, плюс чуть-чуть масла. Мажу все это на хлеб, сверху можно помидорки черри, и получается нереально вкусно, полезно. Можно назвать это небольшим перекусом или полноценным завтраком. Следующий фаворит в еде немножко вредный, но все-таки, когда мы проводим время с друзьями, еще когда-то мы иногда позволяем себе кушать чипсы. Так вот, попробуйте взять чипсы и мягкий творожный сыр. Брать вот эти крупные чипсинки, захватывать творожный сыр и кушать. Господи, это просто классно, это такой быстрый снэк, который такой простой, но почему-то раньше я о нем не догадывалась. Иногда я позволяю себе вредные чипсы, но теперь я иногда буду позволять себе вредные чипсы с творожным сыром. Но все-таки я за то, чтобы почаще есть гуакамоле, фрукты, овощи и поменьше чипсов. Если говорить о том, что я оставила в Париже, то я оставила, и это мой огромный штатив, на который я снимала все свои видео. Я оставила его, во-первых, потому что он огромный, и все вот эти вещи не поместились бы, если бы он был в чемодане. И, во-вторых, потому что он сломался. И это были все мои покупки за месяц пребывания в путешествии. Кстати, я еще снимала влог из Испании. Надеюсь, что я скоро выздоровлю, и у меня будет много сил, чтобы смонтировать еще одно видео. Все, всем хорошего дня, хорошего настроения, и увидимся с вами в новом видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok